Всех приветствую, у нас в Калининградской области Оттепель, так сказать весна пришла, Закончились двухнедельные морозы, с 27 числа стояло, вот вчера уже дождь лил, сегодня поля подрастаяли, я дежурил и решил не поспать, а приехать покопать, надеюсь земля оттаяла, буду сейчас грязь месить, искать находки, как бы настроение бодрое, поэтому думаю часика за 4-5 что-нибудь найду, Постараюсь сегодня поснимать побольше видосиков по находкам, руки не будут мерзнуть, как в прошлый раз, по морозу лень было доставать телефон, записывать, друзья-комрады уже с утра копают, находочки там скидывают, Жаль, что у нас в районе негде покопать, приходится в соседние районы ездить на распаханные поля, там в лесу, ищу где-то, я не люблю копать, я люблю поле распаханное, желательно, чтобы все законно, чинно, благородно, вот, вам приятного просмотра, Как всегда, подписочки приветствуются, находки будут сильно интересные, так как всегда, под замусорем, ну это деду Хабару, ну что, поехали копать, все готов, снарядился, деду Хабару, да, не бросил, плату за вход, Дань, и на удачу. Так, вот, в прошлый раз ходил тут, были спорные сигналы, некоторые не замечал под снегом, возможно, это может быть монетка 50 фенингов, я их в прошлом году здесь находил по верхам, но я не уверен, нет, блин, наверное, хорошо, что в тот раз их спорные сигналы эти не имеют, И поднимал вот это кусок алюминиевой проволоки, как бы заберу, потому что перспективы у меня на это поле долгие, и чтобы в сто раз не копать одно и то же. Так, у меня первая находочка, сигнал не снимал, это значок зимняя помощь, он немножко под замерзший, да, это какой-то дорожный знак, Вот она, иголочка, иголочка на месте, он сам из цинка выполнен, так что сохранился он не очень. Ну, эмаль имеется, блин, даже не знаю, что за дорожный знак, честно, не могу сообразить, красный, синий, стоянка запрещена, что ли, или остановка запрещена. Ну, блин, надо правила дорожного движения повторить. Есть тут надпись с обратной стороны, ну, как бы пока так. Начало положено, что-то, когда мы копали тут по распаханному полю, ой, по нераспаханному полю, находок было гораздо больше, все они наверху лежали, а поле, видимо, никогда не пахалось, его перепахали, и находок, как таковой, нету. Вот, спустя, наверное, уже более полчаса попалась мне монета, это один фенинг, так называемый конвертик, 360-я часть талера, такая весьма, конечно, подубитая, но, в принципе, рельеф виден. Он даже фокусироваться не хочет. Как бы вот так. Попробую в макро. Ну, плохо видно. Вот, задняя сторона. Ну, пока ничего, пойду место поменяю, пройдусь в другом месте, посмотрю, может быть, будет что-то. Так, походу, тут монетка выпала, или не выпала, а, что-то я попутал. Вот, наверное, что выпало. Вот это, наверное, пищало. Нет. Что-то рядом пищит. Пищит. Вижу, что-то зеленое. Вот она. Скорее всего, пуля. Ой, пуля, блин. Этот. А, ну да. Поясок. Их здесь много. Опять вот, поясок, видите. Такая вот, халабуда. Так, я поменял местечко. И мне сразу попалась вот такая вот бирочка. Коровья или птичьи. Скорее всего, домашние скотины или птицы. 68, либо 89. Мы такие находились. Если ее распаковать, там внутри будет, как она, о, справа бы написано. То есть, вот такая вот находочка. Так, вот она у меня монетка. Оп. Два фенинга, наверное. Ой, блин, как по ушам долбит, а. Провода идут. Ох ты. Только недавно с Камрадом разговаривали. Ну, правда, за трешки разговор был. А тут, смотрите, качество. Качество, рельеф. Обратка вообще бомба. Вот. Вот такая вот классная монетка. 180-я часть столяра. 1860-й год. Редко попадается в таком сохране. Вот очередной монетос торчит. Вижу, что это фашистик. Цинкарь. И думаю, в неплохом сохране бывает. Не взял я свой ножик. Пригодился бы. В машине оставил он. Ругается. Зовет меня. Да, неплохой один фенинг. Третий рейх. Забираем. Смотрите. Походу, какое-то украшение. Не пищит. Ой, да походу красота. Блин. Я же сейчас сломаю его. Начну тереть. Я попробую сейчас осторожно. Если не получится, то будет запись отдельно сделана. И что-то, мне кажется, оно подгорело. Или что-то тут не хватает. Либо не хватает какой-то части большой. Либо оно вообще горело. Смотрите. Слушайте. Мне самого... А-а-а-а-а. Вот они, камушки синие стоят. И они шатаются. Было обрамление. То есть, это вот такая вот брошь. Смотрите. Я, наверное, не буду ее мучить. Вот они, камушки. И они шатаются. Они по кругу так синие. Вот он. Видите, вывалился. Ой, печалька-печалька. Так. Поступим вот так. Пусть оно здесь оттаивает, лежит. Так. Курить нельзя. Никакой пропаганды курения. Просто надо куда-то убрать. Так. Это отлично. Момент волнительный. Вы-то сейчас увидите через секунды. А мне еще полдня ждать. И думать, что там такое лежит. И так, как я сказал на шорт, я записал шорт сначала. Теперь продолжу видео. Посетила меня после этой украшаловки сразу иностранная певица Нелли Фортада. То есть, фортит. Это медаль. Медаль за оборону Ленинграда. Смотрите. Я ее не буду сейчас натирать, начищать. Но это... Это бомба. За оборону Ленинграда. Написано. За нашу советскую родину. Вот такая вот медаль. Вообще бомбезна, блин. Ну все, коп удался. Как не зря я сегодня съездил, а? Ой, не зря. Блин, они не номерные. Муж номерная? Муж поискать? Да она вряд ли, наверное. Юбилейная. Я бы, конечно, поискал бы ее хозяина. Так. Очистка будет дома. Покажу все дома. Вот так вот. Вот так. За оборону Ленинграда. Сделаю фотографию и дальше искать. Поверите, был следующий сигнал. И это колодка на медаль. Она загнута. Но медаль была целая. Это я сейчас отрывал, походу, и сорвал ее с колодки. Медаль была целая. Вот она. Так, все, не гну нафиг, нафиг, нафиг. Я знаю, что я сейчас нагну. И все, и хана ей будет все. Забирают так, как есть. Вот она колодка. Разогнутое кольцо. Все. Супер, супер. Волнуюсь как-то, волнуюсь. Блин. Это не тот палец, что вы подумали. Ладно. Колодочка посмотрим. Колодка, как бы не беда для них. Главное купить ленту теперь. Все. Не, ну если это будет еще одна медаль. Я был совсем в шоке. Нет. Слава богу, не медаль. А то я уже... Офигел бы просто, если бы это была бы медаль. Даже в каком-то моменте немножечко рад. Короче, это какая-то... Это, блядь, походу, крышка. Цинковая крышка. Да, от батарейки. Так, здесь у меня попалось, я так понимаю, обручальное кольцо. По нему просто немножко трактор проехал. Ну, это не беда. А, это не обручалка. Это просто перстенек. Сейчас я немного почищу. Сейчас перчатки сниму. Возьму щеточку. А, ну, не медная, латунная. Как бы... Для кого-то интереса не представляет, а для меня представляет. Поэтому я его аккуратно с железной щеточкой почистил. Так, какой-то камушек тут еще стоит. Вроде надписей никаких нет. Ну, вот такая вот... Такое вот колечко. Жаль, что они с черепом. Откуда они тут взятся? То есть, ну, вот такое вот. И я сломал, сломалось оно. До меня уже видно. Старое еще и трактор по нему проехал. Какие-то рисунки есть. Я думаю, дома... Почищу. Зайдет коллекция. Колечко. Супер. Мойся, мойся, мойся. Брошка, брошка какая-то. Ой, какая красивая. Камня посередине нет. И вон, по бокам камушки, вон они отваливаются. Ну, вот она, игла тут была. Отвалилась, что ли? Но зацеп отвалился. Она прозрачная. Вот такая вот брошечка. Она серебряная, что ли. Не пойму. Вроде как серебряная. Блин, да горелая. Дом горелый там. Ну, я понял, что ты на остатках дома. Да. А вот тут что-то? Где? Только не так, а, блин. Это цинковый фенинг один. Так, это крутилка от фонарика. Ладно. Фиг на нее. Вот таких два фенинга нацеплял сегодня. Хороший прям сохран, блин. Последняя вода. Попить ничего будет. Вот еще один, второй зацепил. Двушку по дороге сюда шел. Так, колечко я показывал. Как бы дома, домою. Так. Вот она, колодочка. Колодочка целая. Ну, как целая. Тряпочки нету. Ну, целая. Ну, целая. Разогну. Она современная, они чуть поменьше. Во времен войны они побольше. Так. Ну, что, неплохо, неплохо. Так. Медалька. Медалька. Осталось, чуток водички. Вот она. Петропавловская крепость. На медальке. За оборону Ленинграда. Думаю, отмоется, блин. Ну, дом горел. Медалька, видно, долго носилась. Поедена. Болталась. На колодке. Так, ладно. Все дома. Так. Чего я пришел? Пришел я воды попить. Передохнуть, да обратно вернуться. Так. Пока вот такой результат у меня. Такая брошечка. Все надо мыть. Значок. Монет немного. Колечко, медалька. Думал, неужели я без серебра уйду? Ай, ты ломаешься. Что такое? Бляха-муха. Походу, без серебра уйду. Блин. Это переломанные грош. Грош. Блин. Все, он крошится. А, вон. Вон, Елизавета Петровна. Ё-моё. Да, нет, точно. Вот, Елизавета Петровна. Ай. Ну, что я могу сделать? Они их тогда сломали, когда русские войска ушли. Переломили и все. Так, уберу ее пока. А помою. И так брошу, пусть лежит. Типа, не знаю для чего. Ну, не выкидывайте же. Так, и вот, выпала мне малая пуговица наполеоновской армии. Не вижу. Не вижу надписей. Вот она. Ножко ее ищем дальше. До темноты полчаса. Ну, и как, не без эхо войны не получилось. Я загорелся. Тепло. Так понимаю, качество уже не огонь. Вот. Все, закончил коп. Накопался. Блин, довольный. Ужас просто. Я же говорил, будет интересно. Находочки есть. Сейчас приеду домой. Их помою. Запилю видосик с отмытыми. Блин, жалко брошка. Я думал, знак какой-нибудь военный будет. Что-то, ну, подобное. Видел там. Ну, что есть, то есть. Как бы. Медалька тоже огоньчится. Ее отмою. Колечки. Блин, лиску жалко. Ну, там точно лиска, потому что видел тетку с сиськами большими. Как бы там, ну, очертания есть. Вот. мне вот рассказывали, нумизматы, когда русские войска уходили, когда там, в 761 году, или позже, не помню, что я сейчас, блин, заблуждаюсь, что-то. вот. Немцы демонстративно ломали монеты, вот эти гроши для Пруссии, напополам и выкидывали. Вот. И вот мне такая же сломанная попалась. Как бы, есть гнутые попадаются, многие, наверное, находили гнутые. Вот. Это специально, они их сломали и выкинули. Потому что, когда ушла русская армия, эти монеты уже были не в ходу. Вот. Всем спасибо за просмотр. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Так. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Переходите на джен. Смотрите на джене. Вcuwrс говорю, не ради монетизации какой-то, просто там лучшее качество видео, мне там больше нравится просматривать так, следующий год будет в субботу куда поеду, пока не знаю куда-то поеду по-любому, может быть большой компанией поедем до субботы